Среди рек, синих-синих, где в березах земля. Среди рек, синих-синих, где в березах земля. Орех лесной, но речь идет о лещине. Лесной орех это лещина, фундук культурный, его умудрились оккультурить. Но когда из кости садите, вы уже на фундук, на культуру не рассчитываете. Больше половины будут орешки мелкие и лесные. Но ничего, все равно они хороши. И только что больше разбить придется, чтобы молотком, чтобы наесться. Когда плодоносить начинают, у меня единственный орех, извините за такой ответ, что черт его знает. Я прикупил участок, а там он рос. Я к нему отношения не имел. А до этого я к нему не приглядывался. Для меня это было баловство. Я даже не был уверен, что он не будет плодоносить. Тем более, что я смотрю, я считал, что это фундук. Орехи получились мелкие. На какой год заплодоносил, не знаю. Говорю, какие. Ничем не болеет. Какое любит место больше. У меня он посажен на западный склон. Вот, да, солнечное место, западный склон. Как долго живет, еще не знаю. Дело в том, что я вырос ребенком на лесных орехах. Все, что я знал, что они растут на опушках. Вот, их много. Мы их собирали. И мы, так как нам весь детство было полуголодное, не потому что нас родители не кормили, а потому что мы домой появлялись, когда нам надоедало, полиосуфляться. А лес для нас это было... Мы испортили зубы, мы старались их разгрызать. Там лень была болотком разбивать или пассатижами раздалбливать. Вот, мы просто их же, это, кололи, ели, 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 испортили все зубы еще в детстве. Вот. И больше я ничего про них не знаю. Мы еще, помню, один год, меня как научили. Они... Приходит весна, и этот орех снова простать. И мы ходили по лесу, и мой приятель, который был старше меня на пару лет, говорит, хочешь я эти накормлю орехи? Мы выдергивали... Вот такие были уже побеги. Может, это май был. Вот, выдергивали. И на кончике сидел еще орех. Он лопнул уже. А мякоть была еще цела. Это то, что мы называем... Назваем это... Назваем это... Назваем это... Ядрышко... Все, надо в лесу. Ладно, что делать? Короче говоря, ядрышко... Кара еще лопнула. То есть, не кара, а с кровополопнула. А ночью было целое. Мы их выдергивали. Вот такие вот побеги. И еле, 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 еле. Вот. И получается, что это второе мое наблюдение, что они хорошо порастают сами. Потом случился случай. Было уже несколько урожаев. Я их не продавал. Они были сильно мелкие. Я стеснялся продавать. А однажды, там всегда покос был, они всегда эти... Раз я их не продавал, они так оставались лежать. А однажды случился случай, когда лишний раз не обкосили. И когда я увидел, они вот такие вот. И много. Тогда Сергей перенес их на постоянное место. Это было уже прошлый год. Посадил их уже на продажу. Так. И они сейчас сидят. То есть, их никто не купил. То ли он не включил каталог, я не проверял. То ли просто забыл о них. Так их 10, 20, так их это. А потом, последний год, я уже их собрал и вам продал. Причем, все их разобрали. Вот. Они не крупные. Я, по-моему, по 10 рублей продавал. Они теперь у вас. Но меньше они уже быть не могут. Он действительно лесной. Вот. Ну, и сейчас я подоградку пару дней назад сделал. Дерево все больше. Орехов еще больше. Видно, что хорошо завязался. И второй и последний орех у меня. Видите, как мы говорим про дно. Нет же у меня плантации, нет у меня сада Орехова. Вот. Второй и последний орех, я этот, который называется настоящий фундук, купил в Москве на какой-то выставке. Снялся по Москве, когда это, прежде чем уехать сюда. Лишний день был свободный. Вот. Я же купил его там, где-то на улице. Сказали, да, настоящий фундук. Он и правда фундук. Почему? В этом году опять все сережки замерзли. То есть, московский в Сибири не выдержал. А как тот выдержал? Ну, только за счет измельчений. Вот и все. То есть, кто-то раньше уже получил из крупного ореха мелкий, а мелкий уже вымерзать не стал. То есть, селекция превращения фундука в лещину произведена была до меня. Зато теперь у меня этих орехов будет может 100, 200, 300, я у них продал. Вот. Почему? Они того стоят. Поверьте. Почему? Я же не выдержал. У меня специальные крещики, которые не полностью, не целиком превращают мякоть в дребезги, разбивают, раскалывают орех. А чуть-чуть откалывают, и все, вот она, мякоть, его ешь, пусть мелкий, но вкусный. Тот же самый фундук, только мелкий. Все, ответил. Так. А что вы посадили на последнее место? Не мое ли? Елена Гусева. Дальше, Сергей. Добрый вечер всем. Валерий Крустиныч, скажите, пожалуйста, сколько вы растаете абрикосов и волос, и волосы на том холме? У меня растут до пяти штук кучки, так как садил побольше, по вашему совету. Кучки-то кучки, но не так же, надеюсь, садили, как у меня пальцы. Понимаешь, нужно оставить минимум, но как выбрать жертву? Это было после трех зим первый раз зацвели абрикос из вашего. Зацвели самые низкие с мелкими листьями. А так что вы хотите? Извините, самые низкие с мелкими листьями, они самые умные, они приспособились, они зацвели. А как вы хотели? Вот так вот. Помните как? Под лежачей камень и вода не течет. Вот. Так нет? Вот так вот. Вот только подтвердили, что у вас происходит эволюция, у вас происходит приспособление, у вас происходит селекция. Я вот сейчас не знаю, допустим, где вы. Не знаю, тут не написано. А то, что густо садили, но может было бы чуть позже. А то получается пять штук посадили и все пять живы перестарались. Но если между ними 10 сантиметров, 20, то как-то можно отковырять лишнее. Но не сейчас, в следующую сну. Вот пока все, что говорю. А, их оставляйте с более крупными листьями. Оставляйте для тех, которые вам более интересны. А там вы сами решайте. Лобасов Леонид из Смоленской области. Ирина Хабаров. Ну-ка, я люблю больше Дальний Восток. Это же такой, да, знаете, считаю, что Дальний Восток, там когда-то случилась, видимо, какая-то страшная катастрофа. В результате там рядом могут расти самые южные, я там помню, эти лянообразные. Я помню, это пробковое дерево. Я помню, Мазурский абрикос. Там север, с югом перемешался. И то и живо, и то живо. Вот. когда слово Хабаровска, когда слово этот, допустим, этот самый, Владивосток, для меня это сразу шерсть дыма. Итак, добрый вечер. Один из привок на абрикосах. Ваши. Подвой сын Мазурский номер 3. Засохла. Вот так вот. Но под привоем привок и почти побеги кустом прививка засохла. А за прививки я не отвечаю. Это вы отвечаете. Но под прививкой пошли побеги кустом. Одно веточка выше других. Несковеточек подвяло, других пять веточек. Если оставить, что вырастет? Кустовой абрикос и все с кустом. или надо формировать. железо уничтожить, Ирина. А, по-моему, не новичок. Оставьте покое, что вырастет, что вырастет. Это мой принцип. Не нам решать. Дерево решать, как его. Поймите, ему дело жить и плодоносить. Любое наше мешательство, вот варианты, там, избавиться от этих кустов, низких кустовых, этих, что бы мы ни делали, мы сделаем только хуже. Только дерево знает, как расти. Как вот это вот, это ладно, для вас простительно вот это не знать. Но почему наука это не знает? Оставьте дерево покое, оно само решит, что ему. Штамб надо, вкус надо. Так, ну, Ирина, читаем. Буду же три года наблюдаю за сердцами слив. Три, четыре, но вот три ничем не болеют, только тля пристает. Ну, с левым сливом реклодом он не пристает, это ее обязанность. А четвертый, а это, видимо, с номера, это вот, а, это номер. Итак, слив номер три, нет. А, да-да-да-да, это номер, номер четыре, три ничем не болеют. Три, это, по-моему, уже венгерки, а они, хрен ты, заразишь. А тля к венгеркам нет. Еще сначала. Три, это китайки, а, да, действительно, к ним пристает, все верно. Так, вот, как там в каталоге написано? Ассорти, смесь, китайский слив, правильно? Вот, что бы они болеют-то будут? Китайский слив, это самое надежное на свете сливы. И вкусное. Не все, но большинство, как повезет, могут с кисленькой, без кисленьки, но, уж точно не болеют. И ничем их заразить нельзя. И заморозить нельзя. А для, да, ну, что делать? Все, вкусные. А 4, это у меня, номер 4, это у меня, ассорти крупноплодных слив. Там все до кучи. Там черносливы, там венгерки, там китайки, самые крупные. И вот, получается, дальше мне интересно, я еще не читал, по-разному себя ведут. Те, что с темными красотоматами, здоровые, а со светлыми побаливают, то ли хлорозят, железо не усваивают, то и то идут, то и другое, но буду дальше ждать, так вот, отвечаю сразу. Вот те, которые темные, ну, пусть красноватые, здоровые, а светлые, они уже больные. Это не значит, что они отроды такие светлые. Даже желтые, мы их называем желтоплодные, сливы, все равно они сливы. Все равно у них должна быть темная, зеленая окраска. Я имею ввиду листья. Вот. А то, что побаливают, значит, им нечего вас делать. Эмилиянова, это такое место, где самая кондовая Сибирь, каждый год 40 за 40, под 40. Я ничего не путаю. Эмилияновский район, Краснодарский край. Так вот, им просто там делать нечего. Вы захотели, чтобы все было прекрасно, чтобы все у вас было здорово. Зеленое, а тут хлорозит. Вот. А вы еще и теорию знаете, железо не усваивают. Они не усваивают то, что там у вас просто холодно. Ну и дальше вы пишите. Будут дать результат. Абрикосы проще порастить, а тут быстрее. Вам морду, извините, лицо не наберется. Это абрикосы, которые в них, то там все всходят, то ни одного не всходят. Я уже посидел бы, если бы до этого не был бы седым. Проще порастить. А тут быстрее. Нормально. Надеюсь, 27 абрикосовых деревьев, 27 абрикосовых деревьев обязательно все эти вырастут. Ну, Елена, Елена, как вы меня пообрадали вот эта вот прекрасная фраза. Из 27 абрикосовых деревьев что-нибудь да вырастет. Тогда, конечно, вырастет. Хотя у вас климат не сахара. Хух. И еще сенью с пипель шафрана. Вы еще умудрились культурной прорастить. Буквально вышел с зимы, посмотрели, с другими сердцами прибитыми. То есть, лучше прибитых. Просто идеально. Скажите, а листики у настоящего пипина гладкие или волнистые? Как бы, отчетки я не помню. Извините, не помню. Давайте так. Че будет, то будет. Че будет, то будет. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова